Добрый день, кого мы еще не видели, с кем еще не пообщались. У нас в Беатуре это вообще семейный бизнес. Мы этим сельским хозяйством занимаемся с семьей. У нас несколько направлений в нашей отрасли. Это не только вырастить, научиться вырастить продукт, но его еще и продать. Поэтому у нас два основных направления. Это выращивание, производство. И второе направление, которое мы развиваем, это свои магазины. У нас вот этот магазин, комплекс, мы его построили, у нас был экспериментальный. Мы его построили в 2017 году. Это солнечный биовегетарий со встроенной теплицей. Солнечный биовегетарий со встроенным магазином и офисом, там где мы были. Значит, вегетарий мы строили прежде всего для того, чтобы показать органическое земледелие. И у нас изначально не было такого количества земли, как сейчас у нас есть, хотя тоже немного. Вегетарий мы прошли на протяжении двух-трех лет. Получили опыт по выращиванию в органике без применения химии, без применения различных ядохимикатов, опробировав определенные сорта. С чем мы столкнулись тоже? Не все сорта по овощам хорошо и плодоносят, и дают качественный сорт, если они растут только на органике. Поэтому мы сделали выбор к определенным сортам, которые сейчас постоянно выращиваем. И, естественно, тот цикл тех биопрепаратов и непосредственно нашего удобрения, нашего производства – это биогумус. С 2013 года мы начали заниматься производством биогумуса. Начинали с закрытой площадки, с закрытой фермы. Сейчас у нас в хозяйстве все это находится на открытой площадке. В хозяйстве вы это все увидите. И мы упраздняем настолько, насколько это можно сделать экономически выгодно и, скажем так, дешевле. Поэтому производство биогумуса мы наращиваем. Реализация у нас и хорошие объемы уже пошли в продаж после 4 лет, когда мы показали результат биогумуса. Что дает вообще биогумус? Что на нем можно вырастить? Как его применить? И ставив свои эксперименты и рекомендации, давав людям, конечно, когда есть обратная связь, это направление начинает развиваться. Но нашему конечному потребителю, это наш покупатель, это частное лицо, это не производитель, ему нужен качественный продукт конечный. То есть это уже готовый, скажем так, свежий огурец, свежий томат, свежая зелень без применения химии. Поэтому мы уже потом пошли непосредственно в открытый грунт. На протяжении 5 лет мы занимались открытым грунтом. Начинали с простых культур, это тыква. После тыквы мы уже пошли в картофель, в капусту, в томаты. И с прошлого года приняли решение, что даже некоторые ягодные культуры нужно только заводить под закрытый грунт, как сейчас и показывает нам погода, природа и так далее. Мы отказались от выращивания в этом году полностью томатов в открытом грунте. Уходим в обычные балаганы, в обычные конструктивы. Что мы делаем? В зимний период мы готовим металлоконструкции, мы готовим непосредственно все элементы, которые необходимы для строительства. С весны мы начинаем строительство в полях, мы это делаем самостоятельно. Все, что вы увидите, построенное у нас в хозяйстве, теплицы, ферму и так далее, это все мы делали своими работниками, делали все самостоятельно, не привлекали никаких строительных организаций. У нас нет ни одной теплицы, которую мы купили бы под ключ. Почему? Потому что, когда построили одну, посчитав ее себестоимость, мы понимаем, что если мы приобретаем теплицу в розницу под ключ, мы за эту стоимость можем своим методом, пусть это медленно, ставить две. То, что касается вот этих всех вопросов строительной всей этой части, ну, вы посмотрите, как это построено. Будут вопросы по строительной части, как это все делается, этим направлением, стройкой, внедрением и так далее. Есть некоторые моменты, которые будут вам интересно и вам применить. Поэтому вот с вопросами по стройке, это к супругу Александру, он у нас в хозяйстве, вы его увидите, с ними познакомитесь и так далее. Очень много тех элементов, которые, ну, мы, конечно, с расчетами прибегали, кому-то кто-то, ну, помогал в консультации и так далее. Ну, это вот то, что уже можно увидеть, попробовать и себе в хозяйствах применять. Поэтому, если какие-то вопросы по строительству, почему так, это к Александру в течение всего нашего мероприятия. Все, что касается направления. Значит, первое, то, что у нас это было по овощам, мы начали выращивать эту тыкву. С реализацией, конечно, были тоже сложности, как у любого направления, любой культуры. Пошли в переработку. Конечный, первый, конечный продукт, который у нас был в хозяйстве, это сыродавленное тыквенное масло. То есть, мы вырастили тыкву, мы поняли с реализации фреш, просто тыквы, это сложно. Продать разово объема, потому что нет, хранилища не было. И мы планировали, что мы с поля, но продать все не удалось, естественно. Начали думать, что с ним можно сделать. На тот момент было чистое поле. Мы, когда сейчас приедем в хозяйство, вы посмотрите. Мы начинали с чистого поля. На этом поле была водонапорная башня одна, которая у нас в первый год, можно сказать, рухнула. Потому что она была старая, ржавая, поднимшая и так далее. То есть, это было чистое поле, без ничего, без единого строения. То есть, сажаешь культуру, строишь планы, приходит к тому, что, а что, конечный результат. То есть, мы же это строим, сажаем и так далее. Для чего? Для того, чтобы заработать. А если нет конечного заработка, начинаешь думать, а что нужно делать, что мы делаем не так. Вот тогда пришли к тому, что конечный продукт, тыкву, сложно как-то переработать в чистом поле. Поэтому выбили семечку, выдавили масло. И у нас уже, ну, как 7 лет, мы производим сыродавленное тыквенное масло сами. У нас есть постоянные клиенты. Мы не увеличиваем объемы, мы не идем в чистое одно направление. Затем, когда на второй год, что мы сделали? Когда мы выбиваем семечку, у нас остается мякоть тыквы, которую с поля нереально забрать после комбайна. Она остается там. Первый год это очень хорошо, это удобрение. Потом мы думаем, удобрение хорошо, но оно дорогое. Тем более, есть еще свой биогумус, зачем оно? Стал вопрос, это что должно быть? Это реализация дальнейшего продукта, то есть это корм. Плюс, если мы говорим об органическом хозяйстве, мы прекрасно понимаем, что мы не работаем никогда, как мы знаем, гербицидами, пестицидами и так далее. Количество травы на 40 гектар, вы представляете сколько? Если мы берем даже маленький огород. Значит, что мы сделали? У нас есть те участки, которые вокруг находятся. Есть участки, которые люди начинают обрабатывать, берут полгектара, гектар с одной культуры и так далее. Вокруг на протяжении двух лет мы посмотрели, что очень много травы, которые, естественно, мы не успеваем скашивать. Семена все летят на поле. Это больше увеличивает трудозатрат. Пришли, как может нам вообще, кто нам может в этом помочь? Так вот решение мы нашли в чем? В овцах. Мы поставили электропастуха. Самый элементарный, дешевый метод. Вокруг территории электропастух. Изначально мы запланировали и сделали поставить, попробовать, как мы с ними сживемся, как у нас это получится. 20 овец. На сегодняшний день за 3 года у нас поголовье 530. Оборудование? Два направления у нас. У нас есть курдючный, потому что есть определенный спрос на курдючных, мясо курдючных баранов. И есть, естественно, спрос. Это мясное направление, как говорится, мраморная баранина. У нас поместные дарпера. Изначально что мы сделали? Ну, ковцам мы придем, я подробно расскажу уже потом, потому что в ней перебегать. Поэтому мы убрали траву за счет овечек. Все остатки растительности от переработки тыквы, они у нас, естественно, съели. И на тыкве они очень хорошо, естественно, кормовая база хорошая осенью, они себя чувствовали. И дальше мы уже пошли в другие овощные культуры. Не скрою, мы на третий год получили только хороший, качественный урожай картофеля, потому что сталкивались с тем, что то мы с жуком не можем побороться, то мы с травой не успели, она там вообще заросла. В общем, нюансов очень много. Но так, чтобы был вкус картофеля, сорт и конечный продукт, мы к нему пришли уже к третьему году. По томатам такая же ситуация. Открытый грунт, помидоры шикарные, сорта подобрали, помидор сахарный, разламывается вкус, аромат, ну просто. Товарного вида нет. Открытый грунт растрескался, помялся, придавился и так далее. Нужна что? Переработка. Или же нужен что? Закрытый грунт. Поэтому то, что касается переработки, это томатный сок. То, что касается томатного, товарного, это уже теплица. Но и сейчас мы уходим, то, что в теплицу, небольшие объемы сажаем. От открытого грунта томатов мы совсем ушли. Открытый грунт у нас сейчас, это капуста, это картофель, это свекла, морковь. Учимся выращивать, в этом году еще нету, но учимся. Что еще? Яходная культура, это малина, клубника. По каждой культуре, естественно, стоит план, что мы из нее планируем делать, сколько нам нужно, сколько нужно продать, что нужно с нее переработать и конечный продукт. Это вот коротко о хозяйстве. В ходе хозяйства еще расскажу новые направления, которые мы начали. Одно направление мы начали в прошлом году, это пчеловодство. В этом году мы начали направление, это птицеводство. Поэтому, когда вы это все посмотрите, увидите, с чего мы начинаем, как мы начинаем, ну, я думаю, что будет интересно вообще посмотреть метод, почему и как. То, что касается магазинов. Сотрудничаем со всеми производителями по России. У нас поставщики от севера и до юга. Это и чай, и чего, ну, как бы, ассортимент очень большой. Естественно, у нас по магазину якорь и тем, что мы отличаемся, это у нас является наша пекарня. Пекарня – это традиционный метод на опаре, на закваске. Это неремесленный хлеб, который увеличивает за счет красоты свою надбавку и стоимость. Поэтому это тот качественный хлеб, который должен кушать каждый, который, человек, который заботится о своем здоровье. То есть по цене это не космос. Поэтому мы стремимся не к тому, чтобы создать дорогой, уникальный продукт, хотя есть такие продукты, но и те, которые будут доступны для других. Светлана Николаевна, Вы сказали, что некоторые магазины пришлось закрывать, потому что они… А вот не получилось. А как сделать? Есть у Вас рекомендация, поскольку реализация действительно сложная очень тема, и многие берутся, а потом бросают органическое направление? Сколько, к примеру, покупаний? То есть… Ну, я думаю, что первое преимущество, почему наши магазины интересны, потому что мы решили, что органика должна приходить от здоровья. И у нас в магазинах, в наших, ну, возьмем пример, например, в Воронеж, да, вот, у нас есть продукция ЗОЖ. Ну, все знают. Почему? Потому что это модно. Люди пришли за продукцией ЗОЖ. Тема интересная, модная, молодежи очень много приходит. И когда они смотрят рядом органику, задают вопрос, а что это? То есть, это покупатель пришел не за органическим продуктом, он пришел за своим продуктом, которое ЗОЖ. А рядом стоит та же каша ЗОЖ, но со знаком органика и с другой ценовой. И они начинают спрашивать, а почему это стоит так, а почему она отличается, чем? то есть, то есть, то есть, направление такого покупателя, которое мы привели. Затем у нас есть полка и ассортимент, который мы обязательно в каждом магазине есть. Это для диабетиков полка, полка для детского питания, там, где есть некоторые детское питание и сертифицированное органическое, и обычное, традиционное. То есть, есть детское питание, мама приходит с ребенком, покупая детское питание, рядом стоит продукт, который сертифицирован под органику. Человек начинает задавать вопросы, почему, а что это, почему это стоит дорого, и почему так. Поэтому тот путь мы изначально продумывали, чтобы покупателей целенаправленных прийти за органическим продуктом и сделать органический сертифицированный магазин. Ну, в Лисках это вообще просто космос, это нереально, до сих пор это сложно по реализации органической продукции в нашем маленьком городе. В Воронеже это намного все проще, да, потому что большее количество людей, ну, и так далее. И вот, когда идет вот этот вот потенциал, ну, естественно, как я хочу обратить внимание по поводу нашего хлеба, мы не ушли в ремесленный хлеб, как это вот сейчас это тоже модно и делают, да, ремесленные дорогие хлеба, там по 300, по 400, 500 рублей за килограмм. У нас обычный, традиционный хлеб кирпичиком, но качество внутри. Для чего? Для того, чтобы просто средний покупатель пришел сегодня за хлебом, а завтра захотел попробовать и понять, купить какой-то органический продукт. Потому что, когда покупатель приходит всегда за своим продуктом, и вот этот ассортимент в магазине должен быть для того, чтобы эти покупатели знакомились с органическими продуктами. Вот именно этот метод, я считаю, что позволил нам сделать магазин рентабельным и дать рост. У нас рост по магазинам, которые сейчас работают, это плюс 10-12% ежегодно мы растем стабильно. Почему дочки, которые мы открывали, то, что мы открывали, закрылись? Во-первых, район был не тот выбран, как говорится, это наши ошибки, и это наш опыт, локация и так далее. Это как в любом бизнесе все бывает. но то, что работает, мы видим, что это востребовано. То есть это должен быть миллионник желательно и смешанный ассортимент. Смешанный ассортимент качественно. Но с акцентом на здоровое питание. Да. Вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, помимо работы с покупателями какую-то социальную просветительскую работу вы ведете, например, может, школьные экскурсии на производство либо дегустации какие-то. У нас есть и была программа со школьниками. В прошлом году к нам приезжало 120, можно сказать, на практику. Через фонд органик. Приезжали на автобусах дети и было очень интересно посмотреть, как они вообще, что вообще происходит. Вот они бегали по полю, смотрели, кто червей, кто тыквы. Я нашел большую тыкву, кто-то воровал томаты, кто-то говорил, можно малину, можно, а потом подбегают и говорят, а можно домой контейнеры есть? Я говорю, можно. И вот они контейнеры полностью сели в автобусы, все кричат, большое спасибо, когда мы к вам еще приедем. Я говорю, приезжайте, мы и маму с папой привезем, хорошо приезжайте. А потом некоторые уже даже звонили, потому что ой, дети приехали, в восторге, можно к вам приехать. И некоторые были те, которые потом уже семьи приезжали на самосбор. Поэтому дети, это не как взрослые, они себя ведут по-другому. Да, конечно, определенный детей ущерб есть, затоптали, поломали, побежали. Не, ну, надо понимать, что для чего мы это делаем. Мы это вообще, наш труд и вообще для чего это. Поэтому дегустацию мы обязательно проводим. Когда мы ставим на полку новый ассортимент или из ассортимента новую какую-то линейку, какую-то производитель ставят, мы проводим дегустацию однозначно. Без этого никуда. Здесь бы я даже добавил, по поводу процедической деятельности у нас же сайт работает в Воронеже, баннеры развешиваются. Да, да. Баннеры не бетруют? По городу? Нет, нет, не бетрую. У нас, значит, правительство еще поддерживает то, что касается просветительской работы. Размещаются баннеры, которые находятся по городу. Мы два раза в год размещаем у нас 8 или 10 макетов выделенных мест, где мы просто делаем не только мы, а наше сообщество, наше 30, да. Это не реклама, это просто осознанность и понимание, что такое органическая продукция. То есть, органический, например, продукт, это путь к здоровью. Это социальная реклама, это не реклама биоторией совсем или какого-то хозяйства. Это вот именно человек ехал, прочитал и подумал, что такое органика и как это. То есть, у нас это работает второй год. Да. Светлана Николаевна, вы сказали, что надо постоянно двигаться вперед. Куда вы сейчас двигаетесь? Вперед. Птицеводство мы сейчас начали осваивать, получать знания, набивать шишки и работать в этом направлении. То есть, птицеводство и это прям у нас цель и еще чуть-чуть открою из птицеводства. То есть, у нас сейчас там вы видели наших работников вот этот пол в 400 единиц живых, которые бегают по теплице. Без зарплаты. Без зарплаты, бесплатно, да. Добряют. Да. Просто за корм работают. Вот. ну, планируем по плану у нас через три дня Саша нету, он точно знает, он там учет ведет. Через три дня мы ждем вылупиться у нас цесарята еще. Да, да, да. Да, да, да. Вот. Цесарят мы заложили, тоже с кинофондом работали, взяли Волжскую белую. Ну, планируем, что будет в районе 300 голов цесарят. Ну, это на яйцо будете. На яйцо, да, на яйцо. Говорят, очень ценно. Да, ну, и оно, естественно, будет уже сертифицировано, потому что оно выведено в нашем хозяйстве с яйца. Вот. Закупаем мы корма зерно, закупаем у Мирошника сертифицированное. Это наше Калачеевский район. Сегодня он не приехал. Он уже не смог, Вот. Поэтому зерно закупается там. И плюс то, что у нас сейчас подходит сезон, это осеннее самая любимая пора животным. Это все, что остается в поле. И когда уже приходит пора ноября, выходишь в поле чисто, убрано, ни сорняка, ни съедено баранами, все почищено без затрат. до до Субтитры сделал DimaTorzok